Ребята, всем привет! Меня зовут Наталья и в этом видео я вам расскажу, почему я решила вернуться на круизные лайнеры и как проходит мой первый контракт после двухгодичного перерыва. Ну и как всегда ставьте лайк, подписывайтесь, чтобы не пропустить еще больше информации о работе на круизных лайнерах. И если вы за мной следите, то вы знаете, что у меня был перерыв, и когда я уволилась с круизных лайнеров, ну в такой самый, в принципе, разгар своей карьеры, когда у меня уже светило повышение дом-менеджера, у меня был достаточно сложный контракт на Гармонии и Марии с круизным лайнерами, и когда я поняла, что мне нужен перерыв от этой работы, я так уехала работать в Китай. Потом случилась пандемия, мне пришлось уехать и я вернулась в Россию, так как я сама originally из Крыма, то я решила все-таки не возвращаться в Крым, и я решила, как все, в принципе, у нас пол России, уехать или приехать в Москву. Я приехала в Москву, сняла квартиру, нашла работу и начала работать, и буквально там через месяц уже нас догнала, так сказать, пандемия, которая началась в Китае. И вот весь этот период, почти полтора года, я, получается, работала и в школе частной английского языка, и в садике работала частном, VIP таком в Москве. Потом я поняла, что все это не мое, и ушла в самозанятость. Тогда я начала развивать блог, тогда я начала преподавать английский язык онлайн и набирать себе учеников через Instagram, TikTok. И тогда я поняла, что, в принципе, мне это интересно, мне интересно рассказывать о работе на круизных лайнерах, не просто преподавать английский язык, потому что мы хотим получить какой-нибудь очередной сертификат, да, и просто от Кембриджа повесить у себя на стеночке. Мне было важно рассказать, почему важен английский язык, потому что можно с помощью знания, такого навыка, как английский язык, можно получить работу за границей и получать зарплату на порядок выше, чем у себя в стране. Опять же, я не говорю о зарплатах в Москве, где, в принципе, такие же зарплаты можно получать, как и на кораблях. Я говорю о, вообще, в принципе, о России и Украине, не о центральной части, да, где зарплаты намного-намного меньше. Это 200-300 долларов в среднем, 400, может быть, где-то долларов. Здесь же на кораблях это можно получать от полуторы и выше, смотря какая у вас должность. И все-таки расскажу, почему именно я решила вернуться, и вообще, какие у меня мысли и какие вообще побуждения, да, мной руководили. Потому что все эти годы, когда я работала на лайнерах 5 лет и решила уволиться, мне почему-то казалось, что, ну, вот я что-то упускаю, да. Ну, во-первых, где-то общество, наверное, диктовало свои правила. Когда я возвращалась домой, я видела, что, в принципе, у моих друзей, у знакомых жизнь вроде двигается. То есть это дети, это семья, это какое-то свое гнездышко. Поэтому мне, конечно же, наверное, в принципе, как девушке инстинкты здесь никуда не убежали, и мне хотелось этого тоже, поэтому я решила попробовать, да. Я вернулась на землю, я вернулась, нашла работу, я взяла квартиру, и вроде как казалось, что все, теперь у меня вот этот якорь брошен, я теперь могу остаться и жить нормально, полноценной жизнью, как все, работать там от понедельника до пятницы, получать свою зарплату, субботу, воскресенье, проводить время, я не знаю, с друзьями, дома, в кино, парке и так далее. Но проработав так почти полтора года, я поняла, что это вообще не мое, и все то, к чему я бежала, к чему я так стремилась, не хотелось нормальной, так сказать, жизни, я поняла, что, в принципе, этой нормальной жизни-то и нет. И та жизнь, которая была у меня на кораблях, она намного интереснее. Да, пусть где-то приходится чем-то жертвовать, да, это отсутствие выходных, это отсутствие вообще, в принципе, свободы. И когда дома я вроде получила эту всю свободу, живя на земле, но вот что-то как-то пусто было. И я понимала, что, оказывается, это у нас, в принципе, так много людей, которые жили не такой интересной жизнью, жили достаточно скучно, и получая зарплату, имея все эти, так называемые, бонусы, которых я всегда мечтала. Оказывается, это нет, это не то, что я хочу. И даже отсутствие там мужа, детей, оно, знаете, здесь такое двоякое у меня было чувство, потому что вот то, к чему я так стремилась, и оно не оправдало мои ожидания. И я поняла, что, блин, вот лучше пусть я буду работать на круизных лайнерах, я буду получать зарплату на порядок выше, я буду путешествовать, я буду заводить знакомство, и поняла, что я могу, я могу проживать свою жизнь так, как я хочу. И вот сейчас, когда я вернулась, я очень много поменяла, в принципе, свое отношение к многим вещам. И когда, если раньше, например, после работы, это обязательно была встреча с друзьями, да, это, ну, крю-бар, это место встречи, куда все собираются, куда все ходят. Постоянно какие-то вечеринки. Хотя, в принципе, у меня всегда был спортзал в моей жизни, но, тем не менее, у меня какие-то были другие приоритеты. Сейчас же, когда я вернулась, у меня фокус вообще сменился. Во-первых, я перестала пить алкоголь вообще, поэтому все эти вечеринки, оно мне вообще неинтересно. Я, конечно, сейчас стараюсь выходить, общаться с ребятами, даже если я там не пью, в баре посидеть какое-то время. Но как только я понимаю, что я хочу уйти, я ухожу. То есть я не иду вот за этим, знаете, какое-то вот стадное желание, что вот все идут, значит, нужно там идти. Я не боюсь, что я что-то упущу. Вот раньше у меня было вот такое чувство. Сейчас абсолютно все по-другому. Я сфокусирована только на своих каких-то внутренних переживаниях, своих внутренних намерениях. И вот вообще я теперь не завишу, и я четко иду к своим целям. Если я хочу насобирать определенную сумму денег за этот контракт, то я не буду тратить там, как раньше у меня это было. Поэтому все это познается в сравнении, как говорится. И главное настроить себя правильно. И я сейчас понимаю просто, что вот лучше я буду работать на круизных лайнерах, я буду получать эту зарплату. Да, у меня не будет выходных, но это лучше, чем у меня будут выходные, когда я живу на земле, когда у тебя постоянно болит голова, и ты переживаешь, сколько ты в этот месяц заработаешь. И сможешь ли ты позволить себе покупать какие-то, ну, все мы, девочки, любим брендовую одежду, хорошую обувь, хорошую косметику, хорошего качества. Сейчас у меня этот вопрос не стоит. Я вернулась опять в эту среду. Я понимаю, вчера, проходя мимо магазина Тиффани, я понимаю, что я, в принципе, могу себе позволить купить какое-нибудь украшение, какой-нибудь браслет Тиффани или тоже квартир, да. То есть здесь сейчас у меня возможностей больше. И вот когда ты живешь, когда я жила дома, я не могла себе этого позволить. Сейчас дороги открыты, и, ну, вот, и я чувствую, что мне очень комфортно здесь. Вот, выговорилась. Надеюсь, смогла донести то, что хотела сказать. И, ребят, пробуйте. И если вас что-то не устраивает дома, если вы недовольны, если вам кажется, что вы где-то что-то упускаете в своей жизни, пробуйте. Приедьте, попробуйте получить эту работу. Посмотрите, насколько вам комфортно, насколько это нравится. Да, будет тяжело, да, будут свои сложности, но жизнь, она одна. И нужно ее прожить так, как хочется вам. И если вас ничего не держит сейчас дома, то смело дерзайте, смело пробуйте. Вот эта финансовая независимость, которую сейчас я здесь получаю, она просто настолько меня окрыляет, настолько дает мне свободы. И реально, я сейчас дорабатываю этот контракт, когда я уже строю планы, куда я поеду отдохнуть. Что я себе смогу купить после этого контракта. То есть это будет какая-то большая покупка, да. Поэтому вот эта свобода, это офигенное чувство. И сейчас я понимаю, что вот не нужно идти за тем, что вам говорит общество. Не нужно слушать никого. Делайте то, что хочется вам. И если вам откликается это видео, я ни в коем случае не агитирую. Я просто говорю о том, что нужно пробовать. И я рада, что я все-таки решила вернуться, а не проживать свою жизнь дома, работать от понедельника до пятницы, получая там свою какую-то мизерную зарплату, работать на какого-то дядю, тете. Не имея никакого роста внутреннего, здесь же ты постоянно растешь. Здесь же ты постоянно знакомишься с ребятами из других стран. Ты постоянно смотришь, как компания к тебе относится. Она тебя тоже заставляет расти, да. Вот у нас на днях были VIP-гости из Гонконга, самые богатые люди Гонконга, влиятельные. И ты понимаешь, что таких вот людей в жизни я бы не встретила, даже живя в Москве. Ну, вообще, где бы я их встретила, где бы я с ними соприкасалась. Здесь они приходят к нам, да, и ты их обслуживаешь, там, неважно, где ты работаешь, в детском клубе или ты работаешь в ресторане. Это офигенное чувство, и ты понимаешь, что, ну, как-то вот такими маленькими, знаете, шажочками, вот такими маленькими ситуациями, моментами ты растешь. И потом, возвращаясь домой, ты уже другой человек. И ты вот не будешь никогда таким, как ты был раньше. Я вас обнимаю, надеюсь, смогла донести то, что хотела сказать, и обязательно пробуйте, если вам это откликается. Если вам кажется, что жизнь на круизных лайнерах это вообще не ваша, ну, спасибо, что смотрите в любом случае. Может быть, когда-нибудь вы приедете в качестве гостя и попробуйте посмотреть весь этот бизнес круиза. Я вас обнимаю, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok